У каждой бабы должна быть норковая шуба. Как же баба, ты без шубы? Ты все сказала? Ну и продолжай. Мы заработаем тысячу рублей на двоих. Если тебе что-то дарят, что-то предлагают, надо брать. Потратили столько денег, у нас их больше нет. И помогите нам скорее. У меня нет мужа-олигарха. И у меня. Все, у меня айфон, у меня паркетник и у меня норковая шуба. Я крутая. Лучше это будет не скоро, чем не скоро этого не будет. Люди просто бесятся, потому что они не могут так же. И вот у них говно подгорает, и они идут и пишут такие комментарии. Просто от осознания собственного бессилия. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в очередной дуэль пытаемся начать наше видео. Сегодня предлагаю в очередной раз поговорить о деньгах. Куда они берутся, как мы относимся к донатам и почему, по мнению некоторых зрителей, наш строительный канал превращается в нытье, что у нас все плохо и в выпрашивание денег. Вот об этом сейчас и будем говорить. Давай поговорим. Интересно прям. Отдай денег. Ну сейчас ты скажи что-нибудь, я тебе задонатлю пока сейчас. Сбер зайду. Задонатлю. Про донаты мы говорили уже неоднократно. Ну я изначально был против, но в итоге как бы я согласился с этим, ну потому что вроде как это ведь не попрошайничество, когда человек, ты вот занимаешься своим делом, а тебе кто-то подошел, сказал молодец, хорошо и дал тебе 5 рублей. Да. И ты такой типа, это что, я аж не просил, ничего, я тут не с шапкой сижу в переходе. Говорит, мне просто все, мне все нравится, молодец, спасибо, я получил удовольствие от там созерцания, как бы все, вот. И как бы человек дальше пошел. Ну, человек сделал комплимент. Донат это как комплимент, на самом деле, я так считаю, что донат это как комплимент. И я уже писала в комментариях к одному видео на дружественном нам канале, как раз видео было про донаты, о том, что донат это просто комплимент. Не более того, и что зритель, он не обеднеет от 100 рублей, а он будет чувствовать приятное тепло в душе, что он поучаствовал в судьбе любимых персонажей своих, ютуб персонажей. Донаты на стримах. Ну, донаты на стримах. Ну, стримы, ну, как бы, на самом деле мы стримы ведем почему? Во-первых, потому что куча народу желает получать ответы в реальном времени. Во-вторых, нам бывает иногда самим, ну, знаете, такое небольшое развлекалово. То есть самим просто пообщаться с подписчиками, ну, прикольно на самом деле. И когда там кто-то спрашивает, куда кидать донаты, не знаю. Я не вижу смысла, почему надо, как бы, и повода, почему от них надо отказываться. Потому что, ну, на стриме мы, как бы, мы реально отвечаем на очень много вопросов и тратим очень много своего времени. Вы же знаете, стримы у нас бывают и по три часа, и по четыре часа. Если не дай бог за эти три-четыре часа времени, когда мы в реальном, в реальном времени консультируем и развлекаем народ, который нас просто не отпускает. Не дай бог мы заработаем тысячу рублей на двоих. Бешеные деньги. Офигеть, как много. Это во-первых. Во-вторых, если возвращаясь к теории трансерфинга, то нужно уметь принимать подарки судьбы. И твой мир о тебе заботится, и он лучше знает, как тебе надо. Поэтому, если тебе что-то дарят, что-то предлагают, надо брать. Потому что, если ты будешь постоянно отказываться, то мир решит, что тебе это не нужно, и просто перестанет тебе предлагать все это. Вот еще один момент. Поэтому сто рублей, конечно, погода не сделают особой, как бы, ну, в стройке, по крайней мере. Но если кому-то будет приятно от того, что он эти сто рублей нам прислал, ну, ради бога. Нам реально очень приятно эти сто рублей, которые вы присылаете. То есть, ну, это комплименты. Я понимаю, что мы просто не впустую тратим свое время. На самом деле, это вот, как бы, удовольствие от этих сто рублей ровно такое же, как от комплимента. То есть, вы там красивой девушке скажете, что она хорошо выглядит. Ей от этого ни горячо, ни холодно. То есть, там, у нее икра красная на бутерброде от этого не появится. Ей просто будет приятно, как бы, ей в душе приятно, и вам приятно, что вы сделали ей приятно. Все. Вот так нужно относиться к донатам. Я так понимаю, что вообще вся эта система, да, как донатерство, как это сказать? Меценатство. Меценатство. Ну, вообще, это, как бы, благотворительность некая. Она же, вообще, развита в загранице, и, как правило, у игровых стримеров. Да? Ну, да. На развитие канала. И там совсем другие деньги, вообще-то. Вообще-то. Я думаю, что нам тут ловить нечего. Баснословных сумм никаких не будет, и поэтому... Какому-то игроку, какой-то шейх, короче, 25 тысяч долларов задонатил. На развитие канала, ага. Да, и там чувака прямо в прямом эфире... Башню порвало. Да, разрыв шаблона случился. Некоторые особо, особо, как сказать, особо внимательные зрители пытаются обвинить нас в том, что у нас, типа, две машины, у нас айфоны, Mac, там, iMac, планшет, вот. И при этом мы принимаем донаты. То есть, совсем офигели. Мне вот интересно, а как относиться к таким моментам, когда какой-нибудь популярный человек, какая-нибудь известная личность... Надо заметить, состоятельная личность. Медийная, публичная, известная звезда заболевает, и все дружно отдают со своей пенсии последние там 50-100 рублей в фонд, как бы, поддерживают. Дружки этого исполнителя. Я сейчас не буду называть никаких имен, наверное. Каждый додумается... Относительно... В меру своей испорченности. В меру своего знания и истории шоу-бизнеса. И как-то никого вот это не парит. То есть, это нормально. Или, например, еще такой вариант. Какой-то известный исполнитель запланировал концерт за два месяца, все билеты раскуплены, а тут он бац и умирает. Что делают зрители? Чтобы поддержать семью, чтобы семья не попадала на деньги, не влезала в долги. И как выразить свою признательность. Я не знаю, как это сказать? Ну, уважение. Уважение, да. Уважение к артисту. Они не сдают билеты. Просто, чтобы не попадали на деньги люди. И они просто оставляют себе эти билеты в качестве сувенира. Вот это вот как расценивать? Это нормально. Это даже не благотворительность. Ну, это просто вот знак внимания такой. Ну, как бы да. То есть, это нормально. А 100 рублей на каком-то там замшеленьком канальчике, там 6000 подписчиков, это пипец трагедия просто. Надо пойти сейчас и убиться прям сразу. Ну, кстати, на самом деле, видишь, ты сейчас говоришь нормально. А мы ведь абсолютно не знаем, как реагируют вот те люди, которые нам тут пишут про донаты. Может, они тоже их там сильно возмущают, что кто-то где-то собирает деньги там для известных людей состоятельных, что билеты. Что вы не билеты не пошли, не сдали? Идиоты, что ли? Денег много. Может, они что-то так говорят? Может, этого не знаю? В принципе, да. Я как-то об этом не подумала. Кстати, я заметила, что чем канал наш был меньше, тем было троллей больше. И на стримах, и вообще. Я думаю, это связано не с тем немножко. Я думаю, что у нас просто... Мы, когда выстрелили с этим роликом, когда у нас там по 300 человек подписчиков в день прибегало новых, мы просто... Ну, YouTube нас куда-то запихал очень бодро. И в связи с этим мы во всяких результатах выдачи поисков очень высоко висели. И у нас поэтому очень много залетных людей было. И на стримах, и в комментариях, просто под видео. Сейчас как бы люди остались в основном заинтересованные, и которые следят именно за теми темами, которые мы раскрываем. А изначально... Не конкретно только стройка. Просто было такой вообще шлак там втворился. Удалять можно было устать. Почему строительный канал... Строительный... Превратился в мытье и выпрашивание денег? Во-первых, изначально этот канал не был строительным. Если вы пришли сюда по какому-то одному строительному видео... И сделали выводы, основываясь на этом, то это только ваша проблема. Да. Это во-первых. Во-вторых, в каком-то видео уже... Да и неоднократно, мне кажется, на стримах мы говорили то, что мы не можем постоянно снимать строительные видео, потому что мы не ездим каждый день по разным объектам, прорабами, и не строим 25 домов. И мы вдвоем, даже в полтора, так сказать, человека, не можем снимать видео и выкладывать, как я обещала, два-три раза в неделю новые видео. Только про стройку. И только про стройку. Потому что у нас так быстро ничего не происходит. То есть строительные моменты у нас не происходит. Одна стена, вот первая стена наша, которую мы зашивали, которую Ваня фасадом зашивал, да, я красила, на это ушел месяц. Месяц. Что я должна была месяц снимать, выкладывая два-три раза в неделю видео? Так? В первой серии, как я прикручу... Нет, в первой серии, как я беру в руку саморез. Во второй, как я во вторую руку беру шурововерт. В третьей, как я это все дело пытаюсь совместить на доске. Медленно иду! Ну, как да, в Санта-Барбаре, когда там в начале серии кто-то звонит в дверь, а в конце серии мы наконец-то видим, как дверь открывается. Кто же там, а это интрига на следующую серию. Кто же за дверью? Точно, дверь открывается, а кто стоит, не показали. Поэтому все бегут смотреть следующую серию. Кстати, вот по поводу сериалов, тоже хотела сказать пару слов. Есть... Я просто не знаю, как это называется. Есть сериалы с линейным сюжетом, когда от первой до последней серии развивается какая-то сюжетная линия. А есть сериалы... Как это называется? Не помнишь название? Когда каждая серия — это законченная история. То есть одни и те же персонажи... Но постоянно в разные передвиги попадают. Да, и каждый раз, то есть начало и конец, это вот взял одну серию и посмотрел, в общем. У нас линейный сюжет в канале, ребята. У нас основная есть сюжетная линия и могут быть различные отклонения с различными художественными зарисовками. У меня здесь озарение, в общем, наступило. Я, наверное, поняла, откуда у людей такие вопросы возникают относительно нытья. Это такое недопонимание просто у нас происходит. Я очень часто говорю, что вот там... Мы купили вот это. Это стоит столько. Вот мы сейчас купили вот это. Потратили кучу денег истратили там. Вот это стоит столько. Там мы пошли в магазин, купили еды там. И часто я называю, сколько это стоит. Со стороны может показаться, что я как бы намекаю, что мы потратили столько денег, у нас их больше нет. И помогите нам скорее. Помогите восполнить наш бюджет. На самом деле это не так. Говорю я это для того... И даже не для того. Говорю я это потому, что люди очень любят считать чужие деньги. Это во-первых. Во-вторых, люди очень любят прикидывать на себя все эти... А троллей надо кормить. Ну нет, скажем так. Мне, например, тоже нравится, когда где-то я что-то смотрю. Мне даже вот интересно, сколько это стоит. Потому что я на себя просто прикидываю там. Смогу я, потяну я, не потяну. Осилю, не осилю там. Людям вообще интересно как бы... Знаете, у нас... Сколько уже лет Дом-2 идет? Копание в чужом нижнем белье. Людям очень интересно вот это вот. Вот это все. Я бы сказал, в чужом грязном нижнем белье. Ну да. И что касается денег, это тоже интересно. У нас был комментарий один, где было сказано, что мы хвалимся. Что посмотрите, мы там два самодовольных типа, и мы там катаемся на двух машинах. У нас там то, у нас там... У нас джип, инструмент, дорогой. Да, инструмент крутой. И у них, типа, неплохой бизнес свой, и они хвалятся этим. И вот в этот момент... Нет, не в этот момент, это я потом переварила все это. Пригорело. Ну, у человека там подгорело, это понятно. А я-то это... У меня озарение. Я поняла, почему происходит это недопонимание. Дело в том, что когда я все вот это вот говорю, я горжусь своими достижениями. Это не хвастовство, это гордость. Я считаю, что это мое достижение. Изначально я находилась в условиях, в таких, в каких находится большинство жителей нашей необъятной родины. Примерно. Примерно. То есть у меня не было родителей олигархов. То есть меня не устраивали, не пристраивали. У меня, между прочим, нет высшего образования. У меня нет мужа олигарха. И у меня. Это вообще как жить? Вообще, я не знаю. После этого. У меня тоже родители вообще работяги. Как бы, ну, там... Никаких миллионов никогда не зарабатывали. Детство вообще в бедноте. И тут был... Мы слушали эфир маяка один. И там вспоминали... У кого какие воспоминания о бедности, если кому-то с ней приходилось сталкиваться. И вот там многие рассказывали о том, как они там... Страшные вещи, кстати. В детстве непонятно, чем питались, лишь бы выжить. И как бы... Я всегда думал, что у меня все было хорошо. Ну, как бы... Отдавая себе отчет, что из еды были одни макароны. Были такие времена, когда вот просто макароны пустые вообще. То есть, сейчас ты уже с задним числом понимаешь? То есть, сейчас я с задним числом понимаю, да, насколько тогда было тяжело моим родителям. Как бы, и огромное им спасибо за... Многодетная семья. ...за то, что они нас всех вытащили и как бы вырастили. То есть, родители нам ничего не дали. Ну, я имею в виду, никаких благ там... Ну, только что воспитали людьми. Материально, да, материально. Я сейчас о деньгах только лишь говорю. Значит, вторые половины, то бишь, не олигархи ни разу. И единственное возможное преимущество, которое у нас есть, это то, что мы родились в Москве. Вот это вот единственное преимущество перед всеми теми людьми, которые считают, что мы охренительно живем. Все, все остальные условия равные. Вот все, что у меня есть, это только моя заслуга. И больше ничья. Но Ваня тут, значит, высказал предположение, что, может быть, это и не подарок судьбы, что мы в Москве-то родились. Ну, да, я думаю, что если бы родились где-то в глушив какой-то совсем, то, пытаясь добиться нормальной жизни, достигли бы еще больших высот, нежели бы как бы, ну, вот сейчас у нас есть. Хотя, ну, это для кого-то, опять же, высоты, для кого-то это норма, а кто-то считает, что мы вообще там, нам еще работать и работать для того, чтобы нормально жить. В общем, короче, если бы мы были из какой-нибудь глубинки, то это еще больше могло бы стимулировать нас к повышению качества уровня жизни. А вся жизнь, в принципе, у меня была, я работаю практически со школы. И относительно именно достатка финансового, то есть было хуже-лучше, хуже-лучше, хуже-лучше. И вот в какой-то момент было хорошо. Но это адским трудом. Я как раз, я уже рассказывала об этом лучшей брейдер Москвы, все дела. Короче, я 8 лет, я плела косички и зарабатывала, в общем, неплохо я зарабатывала. В этот момент была куплена вся техника, которую вы сейчас можете наблюдать. Это iMac, iPhone, фотоаппарат, объективы, машина. Машина была куплена. И норковая шуба. Маленькое отступление. iPhone можно колоть орехи уже. iMac пригоден только для просмотра каких-то страниц в интернете, потому что он даже видео в высоком качестве он даже не показывает. машина уже старая, ей 10 лет. Машине Ваня менял вчера колодки. Она уже считается старая. Она уже прям все смотрит, говорит, ну старый на ведре ездит. Что еще, норковая шуба? Норковую шубу одела два раза. У каждой бабы должна быть норковая шуба. Как же баба, да без шубы. Вот, все так считали. И у меня стабное чувство было, я купила себе шубу. Это был просто последний вообще такой... Последняя хотелка. Последняя капля достатка. То есть, вот все, у меня iPhone, у меня паркетник и у меня норковая шуба. Я крутая. Теперь не знает, куда ее девать, эту шубу. Потому что за те деньги, за которые она ее купила, продать ее просто нереально. Не мое просто, я не могу. Мне это все не нужно. Но шуба есть. Люди просто бесятся, потому что они не могут так же. И вот у них говно подгорает. И они идут и пишут такие комментарии. Просто от осознания собственного бессилия. Да это не бессилие, это собственная лень. Просто они понимают, что они так не могут. И они начинают беситься, что кто-то может, а они никак. А у них, да, они это знаете. Ну, уже это много раз говорилось, что как бы желание это тысяча возможностей, а не желание это тысяча причин. И вот они объяснят вам, почему они не могут. Они найдут 100 способов объяснить вам, почему они не могут так же, как мы. А как бы мы на их 100 способов найдем 100 способов, 100 ответов, как сделать так, чтобы вот эти их способы стали ничтожными. То есть, ну, хочешь делай, не хочешь не делай. Никто никого не заставляет. Но если ты сам, как бы, ничего не можешь добиться, то это только твоя проблема. Единственное, чего я не могла себе позволить, это отдельное жилье. Были очень ужасные условия проживания. Практически в коммунальной квартире. Ну, как бы тут без подробностей. И даже всем родственникам, которые спрашивали меня, что тебе подарить там на день рождения, на Новый год. Я говорила, мне ничего не надо, я могу сама себе все купить. То есть, все, что мне нужно, я могу купить себе сама. А то, что я не могу себе купить, не можете купить мне вы. То есть, мне нужна была квартира. И вот это единственный момент, в общем, который я не могла себе позволить. Да и до сих пор не могу. Что уж там говорить. Ну, сейчас ты не можешь себе ее позволить по несколько иным соображениям. Но об этом ты сейчас как раз и расскажешь. Что было, когда ты накупила себе все? Да. Когда я накупила себе все, а деньги, в общем-то, продолжали зарабатываться, я-то, в общем-то, не из тех людей, да и Вани тоже, которые вот ссорят деньгами транжирить. То есть, есть деньги, давайте мы их спустим быстренько. Нет, такого не было. У нас очень четкое и строгое распределение бюджета. То есть... Причем мы говорим не о семейном бюджете, а мы говорим о личном бюджете. То есть, ты зарплату получил, ты знаешь, у тебя надо вот это, вот это, вот это. И у тебя остается еще какая-то часть денег. И вот, как бы, эта часть, она просто растет со временем. Да. Так вот, когда, значит, я все себе купила, и больше я уже... Ну, мне, в общем-то, ничего не нужно было. Транжирить я не склонна, так как многие женщины. То есть, в таком формате. То есть, я могу, конечно, потратить деньги, но... Когда ты понимаешь, каким трудом они были заработаны, то желания сильно не возникает. В этот момент мне случайно попалась книжка одна. Интересная. Мне интересная, по крайней мере, аудиокнига. Я помню, гуляла и слушала ее. Мне было очень интересно. Называлась она... Как составить свой личный финансовый план? В общем, я решила начать копить на квартиру. Я понимала, что это все будет очень-очень не скоро, но лучше это будет не скоро, чем не скоро этого не будет. Вот. Вот так. Да. Хорошая формулировка. Хорошая формулировка. Я начала копить. На тот момент квартира вторичка в Москве, в самым замкадном, в приумкадном, в приумкадной жопе, в какой-нибудь там сраной хрущевке с просаными котами подъездами на каком-нибудь последнем или первом этаже, однушка самая ужасная, страшная, стоила где-то 2,5 миллиона, по-моему. Значит, я рассчитала план на 10 лет. То есть я составила план, что за 10 лет я должна накопить на эту квартиру. Но вы понимаете, что сейчас, как бы, по прошествии этих 10 лет, ценники уже совершенно другие, и говорить об этом просто не приходится. Я нашла свой ежедневник многолетней давности. Очень любила я ежедневники и все туда записывать. И там я нашла свои ежегодные расходы и ежемесячные расходы. Так вот, в ежемесячные расходы у меня входило обязательное денежка – это отнести в банк 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей – это обязательно. То есть если у меня денег оставалось по итогам месяца больше, я относила больше. В этом списке были массаж, маникюр, педикюр. В этом списке был пункт благотворительность. Обязательно. Тысячу я отдавала на благотворительность. В этом списке был бензин на автомобиль. И что-то еще там было. Ну, интернет. И отложить на отпуск. И отложить на отпуск, да. Но это все мелочи. Я не вот не к этому сейчас говорю. А говорю я к тому, что если 5 тысяч класть в банк ежемесячно, если класть в банк под 8%, сейчас есть такие предложения у нас, 8% годовых. И если там капитализация ежемесячная, то через год… А, и вы будете продолжать класть туда денежки каждый месяц по 5 тысяч рублей, то через 10 лет у вас как раз будет около миллиона. Так вот лучше этот миллион иметь через 10 лет, чем не иметь его через 10 лет. А 5 тысяч, в принципе, это не такие большие деньги, которые, в принципе, практически каждый может себе позволить отложить. Я так думаю. Ну, каждый москвич. Москвич точно. И житель большого города точно. Кладите меньше, кладите тысячу. Какая разница? Вы можете взять… Вам нужно класть ту сумму… Обычно речь идет о 10% от дохода, которая не будет вам ощутима сильно. В вашем бюджете. То есть, если что-то пойдет не так, вы не будете рвать себе там волосы на причинном месте и рассказывать, что вы 10 лет там на подсосах сидели, а все пропало. Нет. Но через 10 лет у вас будет и на участок, и на инструмент, и какие-то первые вот эти взносы. Надо вот не откидывать вот это вот. И не ждать, что сиюминутно сейчас у вас там упадет сундук с золотом, и вы пойдете и все это сделаете. Но это мы уже говорили в другом видео, которое называется «Дом по трансерфингу». И откуда деньги на стройку, и ссылку на это видео вы сможете посмотреть в описании к этому видео. Я думаю, я ее оставлю, это будет правильно. У нас люди все говорят, а зачем у нас государство такое, что ничего как бы вы не добьетесь. Поэтому именно и надо откладывать то, чем вы готовы пожертвовать. Ну, как бы потеряете, потеряете, но вот эта вот маленькая часть, которую вы будете отдавать, она даст вам хотя бы возможность. Если вы этого делать не будете, то ни о каких возможностях тоже говорить не следует. То есть здесь шанс, что оно сработает, значительно выше, чем шанс, когда вы покупаете лотерейный билет. Поэтому кто-то будет эти деньги тратить на лотерейные билеты, а кто-то будет просто откладывать, откладывать, откладывать и постепенно скопит.